привет друзья сегодня у нас 13 июня июня и я приехала на свое первое в жизни родительское собрание в детском саду хочу с вами поделиться свои эмоции и хочу это оставить на память для себя я не знаю чего ожидать они воспитатели воспитатели учителя они себя здесь называют учителями teachers прислали мне вчера список всего что они там ребенка учат и последний месяц наверное в ежедневном отчете где они пишут там во сколько ребенок уснул во сколько проснулся под гузне кого сколько поменяли и какой у него был туалет начали писать что они сделали сегодня мы конечно читала и меня это удивляло моему ребенку два года и почти два года и два месяца и они вот буквально на днях мне прислали в отчете что они мы сегодня учились открывать и закрывать кран конечно у меня уже ребенок сам попу себе может потереть они учатся открывать закрывать кран ну ладно так что посмотрим я не знаю что чего ожидать от этого собрания собрание будет длиться 15 минут там они за за пару недель до собрания разместили при входе в класса разместили на доске блокнотик куда родители пишут вписывают свое имя какое время для них удобно но я решила выбрать время 15 минут до до времени как надо забрать ребенка вот так что побегу через пять минут начинается собрание я наверное через минутку выбегу и там потусуюсь после предыдущего видео где я тестировала микрофон я приняла решение что я этот микрофон верну и хотела следующее видео записать в наушниках потому что кто-то говорит что когда через наушники эти airpods записываешь то они работают как микрофон кто-то говорит они вообще как бы ты их одеваешь разницы никакой но в общем я хотела поэкспериментировать и посмотрим поэкспериментируем с наушниками если этот эксперимент будет удачным окей если нет я буду пробовать подбирать другие наушники другой микрофон хочу улучшить качество того что я вам транслируем ну ладно побежала я до следующих включений в общем я уже в саду коридорчики жду своего времени ой где фокус и фокус я не знаю что с фокусом происходит фокус вернулся вот так вот выглядит садик внутри вот таких вот кабинетиках это классы с детками 7 8 и там 9 10 классов по моему а потом вот компьютер где цветочку букетик два компьютера куда мы логинимся при входе при выходе фиксирует время когда пришел ребенок но все закончилось родительское собрание вместо 15 минут болтали 30 минут просто хорошо что после меня а не было назначено ни у кого из родителей встречи в общем рассказали что он молодец что все у него хорошо за исключением того что не умеет усидеть за столом во время приема пищи что только прием мамонита такие что как только начинается прием пищи ему надо куда-то бежать что он куда-то ерзать в общем так происходит дома пришлось прерваться в общем она там дала мне всякие типа советики многие из них основаны на шантажей вообще не знал как рассматривать эти советы то есть она предлагает что надо купить какую-то игрушку которая ему вообще очень сильно нравится нравится и давать эту игрушку взамен на то что он посидит и хорошо поезд типа если ты не посидишь до самого конца с нами на приеме пищи ты не получишь эту игрушку на типа забрать эту игрушку и следующий раз сама я должна спросить типа допустим ему нравятся машины пожарные купите должна ему машину пожарную и забрать если он не посидит до конца приема пищи если он раньше подорвется убежит в общем я должна забрать эту игрушку сказать что эта игрушка вернется только тогда когда-то типа нормально с нами поешь я очень сомневаюсь этой методике я много разного читала ну как бы шантаж или вообще как бы даже как взрослый человек ну зачем шантажировать шантаж к нишу хорошему не приведет но здесь шантажировать в общем я не знаю надо подумать подумать может почитать поискать какую-то литературу как мне все-таки приучить его сидеть за столом во время приема пищи не применяя каким-то там угрозам шантаж шантажам или еще что-то потому что опять таки одни психологи я читаю много разных книг по детям одни говорят что типа не надо заставлять ребенка есть потому что сегодня типа ты заставляешь и завтра он заболеет ожирением опять таки про эти шантажи не обязательно с приемом пищи но вообще любые шантажи в отношении к ребенку типа это вообще убегнул ну в общем так мы пообщались эй дейсон барабан уже куда-то полез ладно я потом еще включу если у вас есть рекомендации как как бороться с тем чтобы ребенок послушал допустим у нас он не ест он садится за стол начинает есть через секунду убегает если он еще голодный и он убегает и мало того что он просто убегает ладно то убегал бы сам игрался он еще убегает притаскивает прочитайте мне книжку порисуйте со мной начинает но дит начинает истерить принуждая нас меня или моего мужа чтобы мы там типа как-то его развлекали и он типа отказывается от еды а потом перед самым сном он просит еду и естественно я мужа не даю говорю что у тебя была возможность поесть и не поел но он в состоянии подойти открыть холодильник и начать оттуда что-то подъедатель он откроет шкаф пенсии называется где завалом разной еды и там лежат его же вот эти вот паучи с пюрешками там его пакетированное молоко которому дорогу пауч матча дойдет пауч ну и пока у нас такая тема садика сегодня одного ребенка а в классе был день рождения и вот такие пакетики раздавали в них были ребенок походу фанатеет кто это спайдермен вот была такая трубочка для напитков зубная щетка она была запакована мы и распаковали и не закон джейсон вот такие мыльные пузырьки я баба потом вот такой вот браслетик браслетик наклечка потом вот такая очень хиленькая хиленькая машинка одноразовая зубная паста в общем вот такой вот набор